На этом уроке мы с вами поговорим немножко про 65-ю страницу трактата Кедушин. И здесь одна Мишна, очень важная, которая обсуждает тему наэманут. Когда мы верим или не верим, если человек что-то утверждает. И тут я хочу сделать некое предисловие. Кстати, для многих, кто недавно стали соблюдать заповеди Торы, и ожидают, что все ритмональные евреи будут обязательно очень праведными. Ведь если человек соблюдает заповеди, в том числе и сложные заповеди, как суббота, и кошерность, и другие, то тем более мы ожидаем, что он наверняка не будет нас обманывать, что он будет по умолчанию, мы ожидаем, что он уж точно в отношении таких вещей, как Кедушин, не обманет. Но на самом деле это не всегда так. Есть разные люди, трудно понять часто, как это происходит, что у них в голове. Но есть много законов наэманут, когда мы верим или не верим человеку. Тем более в Старвина, когда не было как бы не соблюдающих официально евреев. В основном евреи все тогда соблюдали более не менее. Но тем не менее среди них были люди более или менее верующие. И поэтому было немало людей, которые могли с виду как бы соблюдать. От общества они не могли отделиться, да и выбора у них не было. Если родился евреем, обычно в те времена, и в более поздние времена, не только времена Талмуда, но и во время средневековой Европы, в основном те, кто были в еврейской общине, им приходилось соблюдать, хочешь не хочешь. Ну хотя бы с виду. Но будет ли такой человек абсолютно честен, это большой вопрос. Но и сегодня, когда, казалось бы, человек, который не хочет соблюдать заповеди, он всегда может перестать их соблюдать. И сколько из нерелигиозных евреев, которые не соблюдают заповеди. Это казалось бы, человек, который обманщик. Зачем ему вообще делать вид, что он соблюдает, что он с этого имеет, собственно говоря. Не как в старые времена, когда община могла наказать, когда, в общем, выбора особого не было. У еврея, жившего в средние века, например, у него был выбор везде христианства, правда. Но и там были свои, так сказать, законы. И там тоже был очень сильный контроль церкви. Но так, чтобы оставаться в еврейской общине и не соблюдать, такого выбора даже не было. Но сегодня этот выбор есть. Так, казалось бы, почему есть люди, которые обманывают. Или делают страшные грехи иногда. На самом деле и такие люди есть. Бывает, что никто не верит даже сначала. Вот, например, раввинам пришлось иметь дело уже больше 20 лет с ситуацией, что оказалось, что есть евреи, которые с виду религиозные, но делают страшные вещи, там, насилуют малолетних, например. Никто этого не ожидал, потому что думаешь, что если человек соблюдает все заповеди вроде бы с виду, да, и у него презумпция невиновности, как можно ожидать, что он делает такие страшные грехи? Один раввин это сравнил со следующей ситуацией. Представьте себе, допустим, какого-то человека, который очень утонченный такой, лорд, понимаете, или следует всему протоколу, как там положено на трапезе, как именно салфеточки положить. Весь такой аккуратненький. Ты не ожидаешь, что он начнет, например, плеваться там или писать на улице и тому подобное. Это очень далеко от того, что он обычно делает, да. Он обычно так ведет себя этично, так сказать, как положено в их обществе. То совершенно неожиданно будет, если он окажется, что он не только что не соблюдает какие-то точные детали в трапезе, как у них там принято, а делает, например, очень такие неприличные вещи, которые даже средний человек не стал бы делать. Также и в отношении к религиозным евреям обычно ожидали, что уж такого среди нас не должно быть. Бывает, человек оступился в чем-то, но так, чтобы человек сделал очень большой грех, такого не ожидали. Но оказалось, что и такое бывает. Трудно сказать, что происходит в голове такого человека, который, с одной стороны, вроде хочет выглядеть соблюдающим, а с другой стороны, делает страшные грехи. Или, например, был случай, когда поймали одного продавца мяса на том, что он продавал некошерное под видом кошерного. Но он имел очень хорошую репутацию, во всем, так сказать, казался, как очень религиозный, очень праведный еврей. Никто даже не ожидал такого. Опять же, такому человеку обычно мы доверяем. Как мы видим, можно доверять человеку, вообще-то, одному свидетелю в обычных случаях. Мы доверяем, если он говорит, что что-то кошерное. Мы можем у него в доме поесть, в принципе. Мы не обязаны проверять за человеком, как он, интересно, соблюдает кошерность. Если он соблюдает заповеди, мы ему верим. А вдруг он нас окомнит некошерно? Мы не должны такого бояться. Эдэхаднэманбийсурим. Есть такой общий принцип, что в отношении запретов мы верим одному человеку, одному свидетелю. Если он может это исправить, во всяком случае. Есть много тонкостей в этом законе. Но вот обычно мы верим одному человеку, религиозному, который соблюдает, что он действительно и нам ничего некошерного не даст. Это, кстати, учится, знаете, откуда? Что женщина, говорится, когда она считает 7 чистых дней, она считает для себя, софрала. Значит, никто не может на нее проверить, да, если она действительно, вдруг у нее менструация снова началась. Но, тем не менее, муж ей доверяет. И также во всех остальных случаях одному свидетелю можно доверять в отношении запретов. На самом деле, эти законы довольно сложные и запутанные. И бывали случаи, когда люди действительно их находили на обмане, и все очень-очень-очень сложно. Кстати, Шухонарах приводит большинство этих законов в главе Кув Хавзай. 127 в законах Юраде. Там обсуждается некошенное вино, и заодно он приводит разные законы. Он говорит, в общем, принцип такой, что мы одному человеку верим в отношении запретов, если он говорит, что что-то не запрещено, но не верим наоборот, чтобы разрешенное делать запрещенным. Если он говорит, наоборот, что то, что мы считали разрешенным, что это запрещено, в этом мы обычно не верим. Только, оказывается, есть очень много нюансов в этом законе, и там Рыма дальше приводит много разных деталей. И зависит от того, какая была презумпция, и что второй говорит. Например, если один человек пришел к другому и говорит, у тебя там что-то некошенное, а тот молчит, тогда как? Вот это частично обсуждается в нашей суге. Очень запутанные законы. Но одно верно уж точно, это, без сомнения, если человек по отношению к самому себе что-то запретил, то есть сказал, что что-то по его словам будет ему запрещено, тогда он должен это соблюдать. По его словам это запрещено. Он не может другому человеку запретить что-то часто, но себе самому, без сомнения, он сделал эту вещь для себя запрещенной тем, что он просвидетствовал, что она запрещена. И, соответственно, сам он уже не может свои собственные слова сломать тем, что, например, есть то, что он сказал до этого, что было запрещено, и тому подобное. Так вот, наша мишня касается этой темы и других местах в геморре. Во многих местах кое-что было в трактате Гитинг. Но вот наша мишня касается темы в отношении кедушинов, когда он и она спорят о том, был ли сделан кедушин, и кому был сделан кедушин. Значит, вариант номер один. Мужчина говорит, женщине, «Я тебя микадыш», а она говорит, нет, это не так, ты меня не микадыш. Тогда он по отношению к своему себе мы ему доверяем, то есть он теперь не может жениться на ее родственницах, ведь запрещена сестра жены, дочь жены, мать жены. Эти все ему запрещены, раз он сказал, что она ей сделала кедушин. А вот она, раз она говорит, что кедушина не была, она разрешена его родственникам. По ее словам, кедушина не была, и один человек его слова ничего не значил. Он говорит, что были свидетели этого кедушина. Если бы не было свидетелей, то и без того это не кедушин. Он говорит, что были свидетели, они куда-то ушли, например, уехали в другую страну. Все равно мы ему не верим. В строгую сторону. Только в отношении его самого мы верим. Что ему теперь запрещены ее родственницы. Если, наоборот, она говорит, что он ей сделал кедушин, а он говорит, нет, ничего я не делал, тогда она, наоборот, ей запрещены его родственники, а ему не запрещены ее родственницы, так как он говорит, что кедушин не делал. А если, например, он говорит, что я сделал кедушин тебе, а она говорит, нет, не мне, а моей дочке ты сделал кедушин. Тогда закон такой, что он опять же, раз он сказал, что он сделал ей кедушин, ему запрещены ее родственницы, но не родственницы дочери. А вот дочери не запрещены никакие родственники, потому что сама дочка ничего не сказала. Эта мать сказала, что якобы этот человек сделал кедушин моей дочери. Ее слова ничего не меняют. То есть человек может ограничить только самого себя своими словами, а не другого человека. И также наоборот, если он говорит, что она получила кедушин от него, то, соответственно, ей запрещены его родственники, раз она говорит, что она получила от него кедушин, а ему запрещены только родственники дочери, родственницы дочери. Да, потому что По его словам Он кедушин сделал дочери, а не ей То есть фактически общий принцип Здесь, что мы беспокоимся только о том, что Человек сам по отношению к саму себе в строгую сторону Но не по отношению к другим людям Один человек не может что-то запретить Во всяком случае в отношении кедушина Но в других законах бывает более все запутано И я не буду, конечно, задаваться Все эти детали, но вот это вот очень сложные законы На эманут В каких случаях до какой степени мы верим человеку То есть он говорит, что что-то разрешено или что-то запрещено На следующем уроке мы увидим пример, когда Какой-то человек говорит другому, что его жена изменила Есть один свидетель, что Жена имела отношение с кем-то другим Будет обсуждаться Верим ли мы в одному свидетелю В такой ситуации Или в каких случаях нужно ли человеку разводиться Ведь человеку, которому изменила жена, он должен с ней развестись Но в каких случаях он Должен с ней разводиться Это все частично уже касалось Касаясь мы этого в законах соты В трактате Сота Если он сказал женщине Не уединяться с кем-то, она уединилась с ним А здесь обсуждается, когда просто кто-то ее застукал Но только один свидетель Это мы будем обсуждать на следующем уроке И на этом я на сегодня закончу Как я сказал, титалии здесь очень велики Но выходят за рамки нашего урока И урок этот посвящается для выздоровления всех больных В том числе в особенности тех, кто пострадал в трагедии земли Израиля Для спасения всех, кто от рук зверских террористов пострадал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!